Здравствуйте, дорогие друзья! Оставайтесь со мной. У нас сегодня с вами очень интересный урок, который посвящен теме желания, мечтания и как они сбываются. Тема нашей сегодняшней встречи «Осторожнее с желаниями» или «Как исполнение желаний связано с нашей болезнью мужа». Скажем так, эта тема очень для нас актуальна. Почему? Потому как мой супруг, как большинство мужей, как большинство семей, он работает очень много времени. Он уезжает рано утром и возвращается поздно вечером. И я, как любая жена, хотела бы проводить больше времени со своим мужем. И у меня было такое желание, чтобы я могла хотя бы позавтракать со своим мужем, побыть дома, не выходя никуда. А так, получается, он много работает, и у меня только мои желания провести с ним время, день. И в какой-то момент мы с мужем буквально в эту пятницу заболеваем. Это произошло так. Ой, что-то у меня болит горло. Ой, у меня тоже что-то болит горло. И у нас вместе три дня подряд температура 39, и 2, 39. Нам было очень плохо, с учетом того, что у нас двое маленьких детей. Три месяца, полтора года. В общем, было нелегко. Ну, теперь, я же такой философ, начинаю себе мыслить, да, ну вот мы заболели, как, все. И я говорю мужу, блин, представляешь, насколько нам нужно быть осторожными со своими желаниями. Я мечтала, чтобы мы с тобой вот так вот спокойно садились, завтракали вместе, проводили день вместе. Но не с такой болью. Я не хотела, чтобы нам было настолько тяжело, да, чтобы весь день мы мучились, да, лечились. Теперь, смотрите, как оно сработало, да. Я мечтала, я получила. Мы ведь с мужем дома, правильно. Теперь, насколько мы должны быть осторожными с нашими желаниями, да. Теперь, отныне, это я себе сказала, я буду планировать и вообще мечтать очень-очень детально. Да, я хочу проводить время с моим мужем, но я хочу, чтобы мы в это время были здоровы, чтобы, не знаю, в это время там все было уютно. Ну, в общем, да, детализировать какое-то желание. Теперь наша с вами сегодняшняя встреча посвящена именно этой теме, нашей желании, как делать так, чтобы наши мечты, чтобы наши желания сбывались. Они по-любому сбываются. Просто, может быть, не всегда в такой вариации, в которой мы себе представляли. Почему? Потому что мы недостаточно детализировали, да. Моё желание исполнилось, да, я проводила время вместе со своим мужем, но мы были нездоровы, да. Это недостаточно так классно, как я бы хотела, да. Так вот, теперь, как мы должны мечтать, как мы должны желать? Во-первых, мы должны учиться. Что значит учиться? Мы должны видеть, что ещё мы можем хотеть, да, узнавать какие-то новые места, которые мы хотим посетить. Мы должны их разделять, да. Какие желания я хочу в моей работе? Какие желания я хочу в моей семье? Какое я хочу, чтобы моя семья выглядела? Какой я хочу быть? Какие качества мне развить в себе, да. То есть это все очень разные желания. Если мы сидим и думаем, ну, чего я хочу? Это сложно понять. Когда мы немножко начинаем это всё конкретизировать и говорить, а чего я хочу в моей работе? А чего я хочу в моей семье? Чего я хочу в моих личных качествах? Как я хочу проводить выходные? Как я хочу отдыхать? Куда я хочу поехать? Да, то есть для того, чтобы куда-то поехать, нужно интересоваться этим всем, да, развивать себя, теперь более того, мы с вами можем очень много мечтать, например, там, я хочу начать понимать Тору, да, это же всё мудрость, это всё инструкция, которую дал нам Всевышний, и она никогда не бывает неактуальна, она всегда актуальна. Люди, которые по 20, по 30, по 40 лет учат Тору, они говорят, каждый год я узнаю что-то новое. Не бывает такое, чтобы в один год ты ничего нового не узнал, и одна и та же глава, казалось бы, но всё равно находится что-то новое. Теперь, когда мы себе ставим цель, например, не знаю, хорошо знать Таню, или учить Тору, быть хорошим учеником, не знаю, какую-то цель, то понятное дело, что после двух уроков мы не станем специалистами, мы не до конца достигнем нашу цель, да, то бишь в наших желаниях и стремлениях должно быть терпение. Это как с бамбуком. Знаете, как растёт бамбук? Его можно поливать 2, 3 года, 4 года, 5 лет. Не растёт. Что же делать, да? Почему не растёт этот бамбук? А потом за ночь он так, пшшш, за ночь, за одну маленькую ночь, он, опа, до таких объёмов вырастает, что, вау, тяжело понять. То есть мы, да, должны продолжать удобрять наши желания, да, стремиться что-то делать, маленькими шажочками, да, конечно, я понимаю, бывают разные случаи, но конкретизировать и детализировать наши желания, вот на примере нашей болезни, болезни мы просто обязаны. Почему? Потому что иначе всё будет идти не по нашему плану. Может быть, наше желание исполнится, но совсем не так, как мы себе хотели, хотели или как бы мы не хотели. И напоследок, конечно же, хочется рассказать об очень интересном эксперименте, о том, как иногда мы боимся наших желаний или выделяться, или других, значит, учёные. Если я не ошибаюсь, то это американские учёные, не буду, в общем. Учёные сделали один эксперимент. Они взяли группу людей, запустили их в класс, в комнату и сказали, «Когда вам будет некомфортно в этой комнате, неудобно, вы можете, вы имеете право выйти из этой комнаты». Все такие, окей, хорошо, все сели. И, значит, когда чуть одному было некомфортно, он так вышел, дёрнул дверь, и она была закрыта. Он сел на место. Тем временем учёные начали повышать температуру в этой комнате. В этой комнате становилось жарко. Все сидели, потому что знали, что дверь закрыта. Учёные начали запускать неприятные запахи в эту комнату, делать какие-то шумы. И видно было, как эти люди, они уже сидят в этой комнате, уже им жарко, уже невозможно сидеть в этой комнате. Но они что? Они боятся выйти опять к этой двери. Они знают, что она закрыта. Зачем мне туда идти? Ну, неудобно встать. Наверняка у нас у всех было, да? Ну, мне неудобно сейчас подойти. Ну, мне неудобно это. Ну, мне неудобно там дёрнуть дверь. И люди, представьте себе, они сидели и мучились в этой душной комнате, в которой запустили неприятные запахи, просто потому, что они боялись выделиться. Просто потому, что они боялись подойти и потрогать дверь. А эту дверь эти учёные через две минуты после того, как первый человек дёрнул, открыли. Она была открыта всё это время. Или же, как в одном цирке, посетители очень удивлялись, как слон стоит на поводке, он не прикреплён, но он никуда не уходит. И кто-то спросил, а чё он стоит, чё он никуда не уходит, что с ним такое? И говорят, когда он был маленький, мы привязали его на цепь, и он дёргался и не мог уйти. И когда он рос с этой цепи, он знал, что он не может вырваться, да? То есть он даже не пытался. Но он, он углодает такой мощью, и он может за раз с лёгкостью освободиться от этой цепи. Но что? Но он не знает об этом, сколько у него есть сил, сколько на самом деле есть в нём мощи. Так и в каждом из нас на самом деле есть очень-очень много сил, есть очень много мощи, есть очень много возможностей и талантов, которые мы должны использовать. И, пожалуйста, давайте мы будем желать большего, давайте мы будем желать конкретнее, в деталях. Например, если я хочу, чтобы у меня была такая работа, да, то примерно какой ещё более подробной, да? Если я хочу, чтобы у меня там была еврейская настоящая семья, как ещё более конкретнее я могу детализировать своё вот это желание, да? Что значит еврейское? Чтобы было уютно, чтобы было вкусно встречать там мужа, молиться за членов семьи, да? То бишь наши желания, наша жизнь в наших руках. Если я хочу носить кипу, я не буду стесняться её одевать. Если я хочу соблюдать, я не буду стесняться, там, не знаю, одеть парик, покрыть голову, я не буду стесняться выполнять заповеди, я буду с собой. Вот, поэтому давайте мы будем следовать нашим желаниям, становиться лучшей версией себя. Да, и в этом нам, конечно же, поможет наша страница Вайгра, в которой мы вместе с вами учимся. Всем огромное спасибо за наш сегодняшний вечер и хорошего, хорошего продолжения вечера. Доброй ночи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!